Привет, друзья! Вы на канале Цветочный сад у Аленушки. Друзья, тема сегодняшнего видео пойдет снова о хоризонтемах. Сейчас у нас начало ноября. У нас погода стоит плюсовая, дождик, пасмурно. Но есть такая возможность, и тема сегодняшнего видео будет, как взять черенок в открытом грудь из маточного кустика, не повреждая его. То есть мы будем сегодня брать черенки с тех сортов, которые мне нравятся, не выкапывая кустик, и тем сохраним мы и сорт, мы возьмем с него черенок. Как мы это будем делать, я сейчас вам об этом расскажу. Друзья, если вы обратите внимание на хоризонтему, вот, допустим, центральный ствол у меня был срезан, но здесь идет нижняя поросль, то есть от маточного куста у нас идет поросль, разрастания вот такие, обратите внимание, вот внизу идет поросль, вот сам маточный куст, куст был срезан на букет вот здесь, то есть почти около каждого кустика у меня есть вот такая вот поросль. И чтобы мне сохранить мой полюбившийся сорт, некоторые сорта я занесла в дом для того, чтобы наросла хорошо зеленая масса, чтобы потом укоренить эти черенки. Но черенки я могу также сразу взять, не выкапывая кусть у нас в открытом грунте. Как мы это будем делать, об этом мы сегодня поговорим. Размножение хоризонтемы черенками – это получение посадочного материала от снятых с маточного растения черенков. Черенки хоризонтемы могут быть взяты из корневой поросли или получены от отрастающих побегов из почек на обрезанных стеблях. От отрастающих побегов мы будем брать где-то январь-февраль дома, которые у нас я занесла в квартиру. И теперь буду ухаживать за хоризонтемой, чтобы потом ее черенковать. Но сегодня мы будем брать именно из корневой поросли в открытом грунте. Они будут хорошо укореняться, потом будут цвести. Это можно даже от этой поросли, потом также разрастется хоризонтема и также взять черенки, чтобы сохранить и размножить полюбившийся сорт какой-либо. Количество полученных черенков от маточника хоризонтемы зависит, конечно, от интенсивности образования корневой поросли. Она различна у разных сортов хоризонтемы. Вот, допустим, здесь много порослей, да? Здесь вот много порослей, здесь одна поросль. То есть есть кустики, которые мало вообще порослей. Вот, допустим, сейчас вам покажу. Вот кустик. Здесь можно сказать, что почти что нет порослей. Как мультифлора тоже. Вот, смотрим, здесь мало. Вот один, наверное, вот одна такая. То есть есть кустики, которые много порослей. А есть кустики, у которых поросли, допустим, поздний сорт отцвел. Здесь поросли вообще нет. То есть такие сорта, где в основном поросли мало или нет, я вообще заношу домой для того, чтобы или в погреб, или в подвал опускай, или потом заношу в дом, чтобы размножить ее черенками. Но есть такие сорта, у которых поросль хорошо наросла. И чтобы нам не травмировать кустик, это оставить его в зиму, в открытом грунте. Именно я буду брать черенки здесь, сейчас я вам покажу. Берем лопаточку, то есть у меня немножко она окучена хризантема. Берем лопаточку, вот такая лопаточка, разгребаем немножко. Они очень хорошо укореняются, так как идут от центральной корневой системы и даже идут с корешками. Вот так освобождаем немножко эти череночки. И таким способом, вот смотрите, если обратить внимание, вот корешки хорошо видны, вот они они. И можно таким способом взять черенок, вот, полюбившийся вам хризантем. Посмотрите, какая корневая система, его можно сразу же и посадить. Вот так он хорошо пойдет нарастать, прищепнуть потом макушку. И вы возьмете вот таким способом. Посмотрите, если у вас есть в ваших полюбившихся сортах вот такие поросли, укореняйте и спокойно можете таким способом. Складываем горшочек. Вот от другого кустика я брала, вот здесь маленькая корневая система еще. Ну точно такой же черенок. Лучше брать, конечно же, черенки, которые именно немножечко твердые. Мягкие, зеленые черенки, они будут плохо укореняться. И лучше брать уже отвердевшие немножко. Они лучше будут укоренять, их будет лучше. А мягкие, они могут быстро загнить при укоренении. И такие лучше черенки вообще не укоренять. Поэтому срезаем обламываем или вот так подкапываем именно черенки, которые больше твердоватые, у которых находится где-то больше пяти листьев. Вот таким способом для укоренения хризантем необходимо использовать потом и уже, когда будем сажать, именно рыхлый субстрат почвенный. Например, это может быть даже и вермикулит, и перлит, торф, кокосовое волокно. Во всем этом можно будет укоренять нашу хризантему. Для быстрого укоренения хризантемы желательно обработать каким-либо из стимуляторов корнеобразования. Мне нравится пользоваться таким, как корневин. Обработанные стимулятором черенки будем заглублять на глубину 2-3 сантиметра. И температуру содержания таких черенков будем поддерживать на уровне где-то 18-20 градусов. Сразу после 18-20 можно и ниже температуру. Потому что здесь уже корневая, вот если порость хорошо мы взяли, и там корневая система хорошая уже, вот такие как черенки, вот такая хорошая, он точно укоренится, его можно укоренять, держать более в такой низкой температуре. Вот по одному-два череночку я сегодня буду брать со своих хризантемок, тех сортов, которые мне нравятся. Вот, друзья, посмотрите. Вот точно так же он хорошо идет от маточного костика, и вот точно так же можно хорошо, вот посмотрите, даже он еще... Спасибо.